Показ документального фильма «Пространство Лобачевского», снятого при поддержке Казанского университета, состоялся в кинотеатре торгово-развлекательного комплекса «Кольцо». Признанный, но не понятый гений, один из создателей неевклидовой геометрии Николай Лобачевский проработал в Императорском Казанском университете 40 лет. Почти половину из них был не просто ректором, а великим строителем университета. С собирательным образом ученого зрители знакомятся именно сквозь призму современности. Такова основная особенность фильма, режиссером которого выступила выпускница в ГИКа Екатерина Еременко. Знакомая с математикой не понаслышке. Первое высшее образование она получила на мехмате МГУ. Мне, с одной стороны, хотелось сделать фильм зрелищным для зрителей, но невозможно делать фильм про математика, не рассказывая его математику. Конечно, это в фильме есть, но тут тоже надо было принимать очень аккуратные решения. С одной стороны, с одной стороны, быть точным, а с другой стороны, не очень грузит зрителей, которые вообще не готовы приходить, чтобы им очень долго объясняли какие-то формулы. И вот нужно было найти какой-то компромисс. Это очень необычно, что фильм, который идет в кинотеатре, создали ни киностудия, ни Министерство культуры, создали два университета. Это тоже очень необыкновенное производство, я думаю, необычное. Предложение снять фильм о Лобачевском Екатерина Еременко получила от шеф-редактора авторских телепрограмм канала «Универ-ТВ» Юрия Алаева. Все случилось во время визита. Екатерина Еременко в составе Берлинского университета в Казанский федеральный. Зрители, которые его увидят, я надеюсь, обратят на это внимание, он не только о математических параллелях, он не только вот об истории гения, о том, что нужно там бороться искать и бла-бла-бла-бла-бла, как говорят. Там достаточно четко просматриваются в каких-то фрагментах параллели между Россией и той порой, вот Россией Николая I, и Россией нынешней. В основном фильм снимался в трех городах – Казани, Берлине и Гетингене. Дело в том, что у истоков работы Лобачевского в Казанском университете стояли западные ученые. Например, его учителем был математик Мартин Бартельс, который в свою очередь дружил с немецким математиком Карлом Гауссом. Спустя несколько десятилетий работы здесь немцев изгнали, изменилась политическая ситуация, их изгнали. И Лобачевский, когда развивал свою геометрию, его современники, они его не поняли в России. И в петербургской математике думали, что просто на старый средств сошел с ума. И слава к нему опять пришла из Германии, потому что когда он умер Гаусс, открыли его архивы и увидели, насколько он высоко ценил работу Лобачевского. Интересно и то, что в съемках, проходивших на территории Казанского университета, принимал участие и нынешний ректор Ильшат Гафуров, а также другие сотрудники вуза. К слову, на показ документального фильма в кинотеатре пришли как участники съемок, так и те, кто увидел пространство Лобачевского впервые. Я очень рад был, что такой фильм был снят с большим удовольствием. Исторические контексты, и математическая сторона вопроса, и некие параллели с современными реалиями тоже были интересны. Так что в целом очень-очень позитивно. Я бы советовал очень сильно смотреть фильм для студентов направлений, которые связаны с математикой, которые изучают математику. Им это очень полезно будет в разрезе того, насколько она может быть необычной, и через какое-то время она вдруг находится в применении. Я бы посоветовал посмотреть всем, кто мыслит и кто действительно переживает, болеет душой за завтрашний день. Этот фильм не о математике, этот фильм не о геометрии. Это действительно то пространство, которое не имеет границ, которое все время изменяется, трансформируется. И то пространство, в котором оказались все мы. Пространство может быть больше, чем нам кажется. Таков один из лозунгов фильма, который выйдет в широкий прокат 20 мая этого года. Диана Желенкова, Ленар Тавлитьяров, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова